Отчет об итогах социально-экономического развития городского поселения Одинцова всегда вызывает большой общественный резонанс. Поселение во многих сферах является локомотивом развития всего района. Для Александра Гусева это мероприятие еще одна возможность встретиться с жителями и общественниками-активистами, пообщаться с ними в неформальной обстановке. У каждого своя оценка прошедшего года. Много сделано по дому, где я нахожусь, уполномоченная улица, молодежный дом, ремонт сделан, подъездом косметический, окна поставили. Год был довольно-таки тяжелым, 2016-й. Ну, я думаю, что мы преодолеем все эти трудности. Вот, он будет, ну, скажем так, разгонным. Городское поселение Одинцова – сложнейшая территория, требующая грамотного и вдумчивого подхода к управлению. При этом по объективным причинам в 2016 году не просто складывалась ситуация с наполнением муниципального бюджета. Тем не менее, все взятые на себя финансовые обязательства удалось исполнить. В 2016 году было обеспечено финансирование 14 учреждений. Это 7 учреждений культуры, 3 учреждения спорта, МБУ, городское хозяйство, информационно-просветительный центр, водосток, служба единого заказчика. В 2016 году было создано новое бюджетное учреждение – Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. На финансирование этих учреждений были направлены денежные средства в сумме 868 миллионов рублей. Несмотря на трудности, поселению удалось сохранить социальную направленность бюджета. Социальную поддержку за год получили почти 9 тысяч человек, а ее общий размер превысил 90 миллионов рублей. Помимо социальной сферы, средства направлялись на решение вопросов благоустройства города, ЖКХ, развития культуры и спорта. При финансовой поддержке администрации городского поселения Одинцова были выполнены работы в подъездах в 21 доме. Это ремонт инженерных систем, заметоконных блоков, ремонт внутридомовой системы, водоотведение на общую сумму 17 миллионов рублей. Среди других наиболее важных направлений развития поселения создание комфортной и доступной среды проживания, ремонт дорог и развитие дорожно-транспортной сети и парковочного пространства, комплексное обеспечение безопасности населения, важную роль в котором играет городская система видеонаблюдения. За счет бюджета города в 2016 году установлено еще 165 видеокамер на территории непосредственно прилегающих школам, детским садам, объектам здравоохранения. На период конца 2016 года на территории городского поселения Одинцова функционирует 460 видеокамер, при помощи которых контролируются места массового пребывания граждан, места проведения праздничных мероприятий. В 2016 году поселение прилагало серьезные усилия для поддержки малого и среднего бизнеса, развивало библиотечную сеть, помогало военно-патриотическим объединениям, проводило десятки спортивных мероприятий. В 2017 темпы развития необходимо как минимум сохранить на том же уровне. Одинцовский район по всем показателям за два года переместился с 48 на 10 место Московской области. Я абсолютно уверен, что у нас есть все, чтобы быть лидерами в регионы и дальше обеспечивать перемены к лучшему. Участники мероприятия в целом положительно оценили работу, проделанную в поселении в 2016 году. Очень приятно было услышать сегодня от главы городского поселения Одинцова, председателя Совета депутатов городского поселения Одинцова, о той кропотливой, четкой, порой незаметной даже работе, но было действительно сделано очень много. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.